Очень хорошо понятно, что там происходит. Так, мы с вами рассматривали критерии качества на датчике длечения информации. Мы вводили там определенные метрики. Значит, у нас была генеральная совокупность, из которой мы ожидали извлечения некоторого множества S. То есть вот эти объекты, ну, например, документы, они являются с точки зрения пользователя релевантными. И работала некая система, которая извлекала множество R, извлеченных документов. Вот. И дальше оценивалось качество с помощью двух характеристик, полноты и точности. Полнота — это характеристика, показывающая, насколько много релевантных документов мы извлекли. То есть, если я обозначу множество, мощность вот этого множества, множество пересечения как B, а мощность вот этой области как A, то у меня получается, что O — это отношение A к A-B. А точность — это отношение B к A-B. А точность — это отношение B к C плюс B, и C — это мощность вот этого множества. То есть точность обозначает, насколько много правильно среди извлеченных. И мы говорили о том, что на практике возникает ситуация, что зависимость точности от полноты имеет некий обратный характер. То есть мы можем наблюдать вот такие кривые, вот такие кривые, вот такие, вот такие. Но обязательно будет ситуация, что при возрастании одной величины бывает другая величина. Вообще вот такая ситуация, когда с увеличением одного бывает другое, это называется trade-off. То есть когда мы чем-то жертвуем ущерб какой-то другой характеристике, чтобы ее пронять. Ну, часто такое бывает, например, в структуре данных, да, нам нужно добиться высокой скорости при достаточно компактном объеме хранения. Ну, вот какой-нибудь индекс, да, или слова его сохраняем, мы хотим добиться, чтобы он быстро работал, из него быстро извлекалась информация, но при этом он обладал разумным объемом. Там тоже возникают вот такие вот зависимости, да. Или, например, задача, когда, ну вот, мы будем говорить затраты, да, когда вы исправляете дефекты программного обеспечения, вот это вот затраты, которые вы имеете на исправление дефекты по ошибке программного обеспечения, а вот это вот график экономического эффекта. То есть сколько мы выиграли в деньгах от того, что поправили какие-то ошибки. Получается, что с какого-то момента просто править все ошибки невозможно, экономически невыгодно. Затраты на исправление превышают эффект вот этих исправлений. Поэтому выбирают вот некоторую промежуточную точку, да, в которой достигается некий оптимум суммы этих графиков. Но вот это вот понятно, здесь у нас есть два явных графика, и мы видим, что у них имеет место трейдеров. То есть одно бывает, другое растет. А вот с полнотой точностью, почему вот так вот, да, то есть мы можем сказать, что на практике вот это имеет место. Берем там какую-то задачу изучения информации, решаем ее, получаем такие вот картинки. Ну и возникает вопрос, по крайней мере, у меня он возникал, да-то, и у вас он тоже должен быть. Почему так? То есть это что, это случайность или это какая-то закономерность? А если это закономерность, то чем она обусловлена? И для всех задач изучения информации будет вот такая характеристика, и не для всех. Вот на этом моменте мы подробнее сегодня остановимся, и мы докажем, что это так при самых общих условиях, что для полнотой точности имеет место вот такая картинка. Также мы с вами рассматривали оценку качества задач бинарной классификации, когда мы разбиваем объекты на хорошие и плохие. На самом деле понятно, что извлечение документов, оно в некоторых ролях тоже является задачей бинарной классификации. То есть мы извлекаем хорошие документы и прочие документы. Вот мы считаем, что прочие, не извлеченные, это плохие документы, то есть которые нас не интересуют. И вот вы помните, там у нас было 4 числа, true positive, true negative, false positive, false negative. Я их сейчас здесь нарисую на самом деле, чтобы у вас была общая картина, как она соотносится с обычной постановкой. Значит, вот эта область, это true positive. Величина, дающая вклад в true positive. Вот эта область, соответственно, это false positive. То есть это те объекты, которые система неправильно отнесла к истинным, к хорошим. Вот эти вот объекты, это false negative. То есть эти объекты система отнесла к нерелевантным, хотя на самом деле они релевантны, поэтому это ложный негатив. И, наконец, true negative, это область за пределами обоих множеств, то есть это те объекты, которые действительно нужно было классифицировать как нерелевантные, потому что они не принадлежат вот этой вот области релевантных документов. Ну вот, и получается все непосредственным образом, заменяя просто буквы здесь. Полнота у нас оказывается равна true positive плюс false negative, false negative. А точность соответственно равна true positive плюс false positive. А, да, тут опять true positive. Вот эти величины. Значит, теперь у нас получается, что вот эта вот величина, которая соответствует полноте, она у нас называется true positive rate, задача бинарной классификации. True positive rate. То есть это количество истинно положительных элементов по отношению ко всем релевантным элементам, ко всем положительным элементам. Вот. И еще рассматриваем величину false positive rate. Вот там мы с вами путались в прошлый раз, да? Сейчас я все-таки напишу, как это на самом деле должно быть. По-моему, так к этому и пришли на самом деле. Значит, это отношение false positive к общему количеству ложных элементов. False positive плюс true negative. То есть вот эти элементы, которые во множестве s находятся, они положительные с точки зрения пользователя. А все, которые вне множества s, они отрицательные с точки зрения пользователя, нерелевантные. Мощность вот этих всех нерелевантных, множество всех нерелевантных объектов равно false positive плюс true negative. А те, которые система ошибочно отнесла к положительным среди них, это false positive. Вот. Это называется false positive frame. False positive, false positive плюс true negative. Вот. И график, который называется rock-кривой. Ну давайте здесь вам нарисую. Receiver Operative Characteristics. То есть это характеристики принимающего оператора. Вот это вот понятие я посмотрел. Оно появилось во время Второй мировой войны, когда американские войска занимались улучшением систем дальней связи во время боевых действий. И вот там строят такие характеристики, когда система правильно и неправильно опознавала вражеские корабли. Но потом это все перешло в извлечение информации. Вот там график у нас получался как график зависимости true positive rate от false positive rate. И идеальная система это та система, у которой высокий true positive rate, но низкий false positive. И практически интерес представляют системы, которые работают вот так, в верхней половине вот этой области. В нижней половине, конечно, тоже может получиться, потому что вот эта диагональ, это когда true positive rate равно false positive rate. Если мы приравняем и выпишем, то там ничего такого специфического не будет. То есть будет какая-то кривая, которая ничем не обусловлена. Поэтому, в принципе-то, оно может здесь оказаться, но такие системы обычно на практике сложно получить, потому что они работают таким образом, что нам нужно очень сильно поднять false positive, очень-очень сильно увеличить true positive rate. И при этом будет у нас он расти довольно медленно, этот true positive rate. Поэтому практически интересно представлять именно такие системы, которые здесь находятся. Ну вот, и чем ближе система к этой точке, тем лучше. И рассматриваю такую качественную характеристику вот этой системы, как площадь от робко-ривода. Чем больше эта площадь к единице стремится, тем лучше система. Самая плохая система, которая работает с площади равной 0,5, то есть равной половине к этого вот единичного квадрата. Вот такая кривая. Значит, уже два графика мы рассмотрели. Сейчас мы ведем еще третий график, который нам в дальнейшем позволит получить вот этот результат, что у нас есть trade-off между recall и precision. Давайте немножечко переобозначим сейчас. Сейчас будет та же картинка. Вот у нас множество S релевантных документов. Это множество, оно фиксировано. То есть мы заранее для вот этой коллекции объектов помега знаем, что релевантными являются вот эти документы. И пусть мощность этого множества, мощность этого множества, вернее так, отношение мощности этого множества к мощности всего, всей генеральной совокупности, она равна вот такой константе Пи. Пи, естественно, это не только и которые в анализе, да, это просто константа для того, чтобы показать, что это действительно константа. Вот. Теперь дальше что происходит? Система работает и извлекает нынешнее множество R. Если вот это Пи обозначает долю, то есть количество процентное соотношение между релевантными документами и всей областью коих, то величину Пи, которую мы введем, она будет обозначать отношение релевантных документов, мощности множества релевантных документов, мощности всей генеральной совокупности. То есть это процентное количество извлеченных документов. А процентное отношение вот этого пересечения, то есть тех документов среди извлеченных, которые оказались олевантными, мы обозначим как функцию h от T, от английского hit. И сколько у нас попаданий вот в это множество оказалось. Соответственно, это будет равно мощности пересечения множества S и R к мощности всей генеральной совокупности. На практике обычно вот эта константа, она у нас достаточно мала, потому что коллекции большие, если коллекции есть интернет, то пользователи по запросу интересуют совсем небольшая его часть. это просто замечание, чтобы было понятно, что это за константой. Вот. В этих терминах как нам ввести полноту и точность? Людокс, опять же, я ее буду обозначать, полноту буду обозначать как r, а точность буду обозначать как p. И вот смотрите, если тут мы рассматривали вот эти функции как функции, ну, некоторое количество вот этих вот переменных, да, тут две переменных, тут две переменных. Здесь мы рассматривали recall и precision как функцию друг друга, как precision и recall. то есть сейчас мы рассмотрим вот эти функции, recall и precision как функции от t. Вот. И давайте напишем, чему они равны. Значит, полнота это мощность вот этого множества, то есть h от t. Мощности множества релевантных документов, то есть p. Ну, понятно, что я вот здесь вот выписываю, просто у меня сокращаются вот эти две омеги, да, и у меня получается ровно то определение полноты, которое мы используем. Соответственно, точность равна опять мощности пересечения множества, но уже на мощность множества r, на t. Вот, это уже начинает походить немного на математический анализ. Вот такие функции мы сейчас и изучим, как они себя ведут. То есть отсюда, на самом деле, не очевидно, что у нас происходит, потому что, ну, вот может h от t расти, а что будет происходить с h от t? Да, будет она расти или бывать. Вот в этих терминах, в терминах h от t и в терминах t, мы можем построить еще один график, показывающий производительность системы излучения информации. ну, назовем его как хит-граф. По оси x у нас будет t, по оси y будет h от t. То есть это зависимость количества попаданий от общего объема из-за черных документов. Здесь у нас t от 0 до 1, да? Как это видно. И это тоже от 0 до 1. То есть вот я здесь отмечу сейчас единицу. Здесь, ну, здесь я не буду единицу отмечать, здесь я отмечу сейчас величину π. Потому что, смотрите, h от t не может быть больше π, потому что я могу в самый максимум зацепить все релевантные документы, но не более того. Поэтому получается, что h от t меньше или равно π. Вот. Дальше. Смотрите, что будет происходить с функцией h от t по мере роста t. Вот t – это количество излеченных, процентная доля излеченных документов, да? Когда эта доля увеличивается, у меня могут произойти две вещи. Я могу либо включить еще нерелевантных документов, либо могу включить еще релевантные документы. Вот. это значит, что у меня функция h от t будет не убывать по t. Потому что я не могу выкинуть элевантные документы с ростом t. И в самом лучшем случае у меня будет рост линейный. То есть, вот если я сейчас отмечу здесь π, да? t у меня растет от нуля до π. И дальше может расти до единицы. t – это общее количество излеченных документов. И здесь тоже π. И вот самое лучшее, на что можно надеяться – это вот такая кривая. То есть, это функция h от t равно t. Я сейчас перешел от дискретной функции. Ну, у нас, да, изначально были эти функции, они другого значения принимали, они были заданы на дискретную множество. Сейчас мы перешли к непрерывному множеству. То есть, мы считаем, что все эти функции, они хорошие, там, дважды непрерывные дифференцируемые, да? Понятно, что это можно сделать, потому что у нас, если тут какой-нибудь график аппроксимации, да, ступенчатый, усреднения какие-то можно было ввести, да? Понятно, что его всегда немножечко сверху можно оценить и провести гладкую кривую через эти точки. Поэтому вот это вот допущение, оно здесь вполне оправданное. Вот. Это понятно, да, почему так хорошая система работает. Теперь, что будет происходить дальше. Когда у меня HRT будет уже полностью насыщена, то есть, все пи прелиманных документов, у меня вошло в множество тех документов, которые у меня оказались хорошими множеством извлеченных документов. Все, больше извлекать нечего. Поэтому дальше идеальная система будет себя вести вот так. То есть, у меня T продолжает расти, но количество хитов у меня не может расти. Все, извлек пи, больше не могу. Вот это идеальная система, лучшая система. Соответственно, другие системы, они могут себя вести, ну скажем, как-то вот так вот. Они могут пересекаться здесь. И это, в общем, похоже на рок-кривую, но она таковой не является, потому что, вообще говоря, ну если я буду считать площадь под графиками, может оказаться на самом деле, что у более хорошей системы, более хорошей относительно определенных характеристик, о которых мы позже поговорим, у более хорошей системы площадь под графиком будет меньше, чем у более плохой системы. Вот, и смотрите нас, какие здесь графики вообще интересуют. Я тоже проведу диагональ, как и в рок-кривой. Что значит диагональ? По сути, эта диагональ соответствует некой системе, которая извлекает документы случайным образом. Вот почему так? Потому что, если у меня на этом графике t равно 1, то она извлекает все. То есть, я случайным образом извлек все документы из генеральной совокупности, и из них, понятное дело, что не могло ли оказаться меньше, чем ваш ответ, потому что они там все. Если я возьму половину документов, то примерно в половине случаев среди них будет оказываться вот это вот множество s, элементы множества s. То есть, случайным образом беру половину генеральной совокупности. И среди них окажется примерно половина элементов вот этого множества. То есть, тут и пополам. Ну и так далее. И мы делаем вывод, что вот эта кривая соответствует системе, которая работает случайно. Вот. И нас интересует система, которая работает лучше, чем случайная система. Потому что всегда можно сделать такую систему, которая работает случайно, а тут ничего хитрого нет, да? Никому не интересна такая система. Вот. Поэтому нас интересуют вот такие вот графики, которые находятся здесь. И не интересуют графики вот такого вида. Это хуже, чем случайная система. Вот смотрите. Здесь получается, что вот чем плотнее вот этот график находится к верхней вот этой вот перекладине, да? И чем быстрее он тут взлетает к этой перекладине, тем лучше. Потому что я могу при небольшом количестве извлеченных документов, то есть, это количество извлеченных документов. Я извлекаю мало документов, да? Мало документов. И получаю высокое процентное соотношение документов, которые хорошие. Это хорошая система. Я извлек документов мало, и среди них много хороших, да? Вот. И до тех пор, пока у меня, мне кажется, все документы среди извлеченных хорошие. Все хорошие, но еще немножечко какого-то шума, да? Вот. То есть, система будет тем более хороша, чем быстрее будет вот здесь вот эта штука взмывать вверх, чем плотнее она будет находиться вот в этой перекладине. Вот. Поэтому и может оказаться, что, например, одна система, она быстро взлетает, а другая система, она медленно взлетает. Вот. И у них площади могут оказаться не соответствующими вот этой оценке. Поэтому к этому графику нужно относиться не как крок кривой. Они похожи, но не являются идентичными. Окей. Вот сейчас мы с вами докажем следующее утверждение. Я назову это громко словом теорема. У нас будет мало таких теорем, на самом деле. Но некий вывод придется сделать. При условии, что вторая производная полноты ОТ меньше нуля, имеет место свойства, что при том, что первая производная полноты не отрицательна, первая производная точности отрицательна, не положительна. А вот это и значит тот самый трейд-офф, вот это утверждение. То есть мы получаем результат, что при возрастании величины полноты, и она всегда будет возрастать с ростом Т, мы будем получать падение движимости. И мы можем это доказать. Во-первых, мы вот так будем считать. Почему? Потому что мы с вами уже сказали, что вот эта система, которая ведет себя хуже, чем случайная система, она нас не интересует. То есть на практике мы будем рассматривать вот такого рода системы, с такой характеристикой. А это функции выпуклые вверх. А у функций выпуклых вверх как раз вот этой штукой и наблюдается. То есть они постепенно замедляют свой рост. Вторая производная не положительна. Таким образом, мы это полагаем как свойство функции, которые мы изучаем. То есть это вот как практическое свойство мы полагаем. Дальше. Мы уже даже говорили об этом, что вот эта производная больше или равна нулю. А почему это так? Потому что если мы с вами рассмотрим превращение. Если мы рассмотрим такое превращение, то мы с вами уже проанализировали, что вот эта рост не может убывать. Оно будет только не убывать. Потому что мы либо не включим новых хороших документов в хит, либо включим какие-то новые документы. Такая функция heart не убывает. А поскольку это константа, то функция heart тоже не убывает. Ну и если вот эта величина у нас больше или равна нулю, то вот эта величина тоже больше или равна нулю, а эта величина тоже больше или равна нулю. Все доказано. теперь давайте изучим производную p берем производную дроби чему это равно это будет h от t умножить на производную t равна единице минус t на h производная от t правильно что ли да сначала производную знаменатель в одну производную числитель вот такая вот чему делить на t квадрат h от t на самом деле здесь сейчас мы не так немножко сделаем наоборот вот это да то есть тут можно так посчитать мы сейчас немножко иначе посчитаем не через h от t а через r вот отсюда я выражу h от t равно r от t на пи и подставлю в p от t получается что p от t равно пи на r от t или на t вот и вот эту производную я как раз беру то есть я беру производную от пи на r от t и р от t так понятно да что производная вот этой функции была производной вот этой функции вот и вы говорите тут должно быть наоборот да то есть должно быть пи умножить на r штрих от t на t вычесть r от t делить на 5 квадрат вот так да и нам нужно показать что эта величина меньше или равна выражи вот эта величина всегда больше наверное вот и нам остается показать что вот эта функция которую я просто возначу как у от t f от t умножить на t нам нужно показать, что она у нас меньше или равна 0 то есть нам надо показать, что нам нужно показать, что обратная функция с 0-0, с 0-0, равна вот эта функция как нам это показать? мы воспользуемся таким известным фактором из анали вот такого рода мы хотим показать, что некоторая функция у нас больше или равна 0 для этого нам достаточно показать, что в 0 она равна 0 и что у нее первая производная больше 0 то есть она возрастает отсюда следует, что функция из 0 возрастает и она не может упасть ниже 0 все, мы доказали, что функция у от t является неоткисательной давайте так и поступим проверим у от 0 t равно 0 а r от t r от 0 оно тоже равно 0 потому что мы еще ничего не извлекли при t равном 0 то есть множество t множество r оно нулевое это значит, что t равно 0 но множество хороших документов не уходит поэтому h от t тоже равно 0 таким образом r от 0 равно 0 получаем что все это равно 0 первое свойство выполнено вот вторая производная первая производная проверяем она всюду должна быть равна всюду должна быть больше 0 при любом t давайте посчитаем r' от t дальше идет минус r' от t любую предводную от t минус r' от t минус r' от t плюс а я не все правильно было все правильно было r' от t r' от t as h' от t минус r' от t минус r' от t минус r' от t .. умноженное на t, да? ср прощается минус r по 2' от t умноженное на t t у нас это ряд 1 то есть t положительного t положительного Дальше, R2' t, вот мы с вами утверждаем, что оно меньше или равно 0. То есть все это в месте больше или равно 0. И оказывается, что R2' t больше или равно 0 при всех t. Что это требовалось доказать? Мы получили, что R2' t меньше или равно 0. Поэтому имеет место трейдов. Все правильно? И это нам позволяет без всяких псевдонаучных спекуляций утверждать, что да, это имеет место на практике всегда. Задача изучения информации. При самых общих предположениях просто предположить, что вот это выполняется, но это на практике всегда выполняется. Вот. И еще одно небольшое свойство, которое полезно отметить. Это свойство заключается в том, что у нас производная H' t ограничена. Эта функция, она ограничена своим ростом. Что это означает? Давайте рассмотрим превращение функции H. H. Вот эта функция H, функция H, она не может возрасти более чем на Δt. Почему? Потому что я всегда, когда у меня t увеличивается, я могу, ну, самое лучшее захватить, вот Δt у меня увеличилось, самое лучшее я могу захватить только объекты из области релевантных документов и ни одного нерелевантного объекта. То есть это ситуация, когда у меня вот так было, и потом у меня начинается рост t, то есть рост количества извлеченных документов. И все, что я извлек, оно оказалось среди релевантных документов. Отсюда следует это утверждение, что не могу я прирасти больше, чем на прирост самой области по количеству релевантных документов. Отсюда сразу же следует, что производная H на t меньше 1 на 1, то есть производная H на t меньше 1 на π. С практической точки зрения это что означает? Что если я хочу увеличить полноту, я вот полноту здесь введу, да, поделю вот эту вот на π, да, у меня получится прирост полноты. А вот это равно Δr. Здесь утверждается, что если я хочу увеличить полноту, то мне придется увеличить количество извлекаемых документов по-любому. То есть не получится просто вот так взять и подвинуть, что, например, у меня из 10 документов было 3 релевантных и 7 релевантных. Останет примерно 4 релевантных и 6 релевантных. Так не получится сделать, придется увеличивать объем извлеченных документов. Там может оказаться, например, 7 или 8 релевантных. Вот такое свойство. Это же просто оценка сверху. Ну, оценка сверху, да. Ее превзойти нельзя, а ниже-ниже можно? Ниже? Если у нас все плохо, то мы можем немножко увеличиться, не меняя длительство. Немножко уменьшиться можно? Нет, если вот эта разность у нас сильно-сильно маленькая, то, не переходя в внешнюю оценку, мы уже ее сможем легко увеличить, не меняя длительство. Как-нибудь так, вовремя уменьшиться. Джонгер? Наверное, да. То есть, если я увеличу, если я хочу увеличить немножечко r, сделать повыше. Ну, скажем, если практически числа тут посмотреть, да. Если я хочу увеличить дельта r достаточно сильно, да, например, на 0,2, да, на 20%. То есть, я хочу сделать дельта r равное 0,2. Была полнота 0,4 стоит 0,6. Вот. То утверждается, что в этом случае дельта t больше или равно 0,2 вложить на π. То есть, если я хочу сделать прирост вот такой вот в полноте, да, скачок на 20%, то мне придется увеличить вот этот дельта t вот на такую величину. Скажем, если π у меня, скажем, 20% всех генеральных совокупностей, то будет небольшой число, там, 4 тысячи, да. Сколько? 4 тысячи. 4 сотых. 4 сотых, да. Угу. 4 сотых. То есть, на 4% мне придется как минимум увеличить объем извлеченных документов. Вот примерно об этом здесь. Что вот такие вот зависимости есть между полнотой и объемом извлеченных документов. Возможно, еще какие-то зависимости можно получать, но я уже подробнее не смотрел, не пробовал. То есть, вот, совершенно обычным математическим аппаратом мы получили, что да, имеет место трейдер. Вот. Ну вот, теперь уже, имея три инструмента для оценки качества и понимаем, как оно все устроено, почему оно так устроено, как минимум увеличение есть, мы уже можем с вами двигаться дальше. Сколько у нас сейчас времени? Нормально. Нормально. Начинаем. Эту тему. Рассматривали словари. Давайте я коротко напомню, о чем там было. Рассматривали словари. Словари — это некий механизм для отображения, которое по ключу возникает множество значений. Мы говорили о том, что для ключей, являющихся словами, мы можем построить достаточно эффективный механизм под названием префиксное дерево. Если у нас есть множество ключей, такого лица. «Фаргос-Фарафор», то мы можем построить какую-то структуру. «Фаргос-Фаргохот». Это мы добавили первое слово. Дальше мы, добавляя второе слово, проходим по их общему префиксу и добавляем второе слово. И здесь у нас есть информация. Если мы хотим приписать значения этим ключам, например, вот этому числу 1 и вот этому числу 2, то я могу их сохранить просто вот в этих вот финальных вершинах, ну, записать указатель, например, на что-то, чтобы хранить эти величины. Недостаток, который есть у такого способа хранения, заключается в том, что, во-первых, если у нас есть общие суффиксы, а не префиксы, например, словит г-ш-фу, то нам придется завести здесь новую ветвь и сохранить там копию вот этого вот суффикса. Пе-ше-фу. Мы ничего особо с этим не сделаем, же 5-рестантей. Это во-первых. Но во-вторых, мы действительно можем получать довольно большие объемы, несмотря на то, что оно обладает достаточно умеренным ростом по количеству вершин. А именно если у нас точность k равна n и у нас ключи равномерно распределены, случайно добавляются, да, то у нас будет рост, как у Аt, где это количество вершин. Ну и плюс еще нужно помнить, что n вершин не соответствует n-достаток вершин, поэтому где-то порядка 2n такая же вершина. Да, если мы затрачиваем примерно одинаковый объем на ребра n вершины, вот можно получить такой результат. Из практики можно сказать, что на 50 миллионов, на 5 миллионов русских слов, ну это подавляющий объем русского языка, 5 миллионов слов, словоформ, то есть во всех падежах, числах и так далее. Префиксное дерево, даже в достаточно разумной схеме хранения, оно займет где-то порядка 90 мегабайт. Что, в общем, не очень хорошо, потому что, если мы, например, хотим сделать словарь для текстового процессора, то получится, что придется с собой таскать почти 100 мегабайт вот этого файла, и это не самый хороший вариант. Плюс, это дерево, оно обладает достаточно сильной регистсией, то есть чем глубже мы погружаемся, тем больше у нас плотность вершин по уровням этого дерева. Там получается так, что количество уровень, да, h, у нас начинает количество вершин возрастать, потом постепенно убывать, то есть равно довольно много получается. И из-за этого возникает проблема при доступе, скорость доступа падает, потому что чем глубже мы идем на дерево, тем больше страниц памяти нам приходится загружать. Мы, например, могли бы сохранить его... А? А график от чего? График от высоты, то есть вот уровни рассматриваем, dh равно 1, dh равно 2, dh равно 3, 4 и так далее. Ось. Ось это количество, количество вершин на уровне. Оно внизу будет, ну, по крайней мере для естественного языка, оно внизу будет таким, ну, терминальным. И мы можем выбрать какой-то способ хранения, да, вот сохранять, например, при обходе в глубину, да, вот. И понятно, что если у нас вот эта ветвь, она будет большой, то чтобы продолжить поиск в дереве, да, мне придется, чтобы вернуться вот сюда, я дошел до сюда, мне нужно вернуться сюда, продолжить поиск. Вот я спускаюсь, просматриваю вот эту крону, да, мне нужно продолжить поиск здесь. И мне придется проскочить всю вот эту область памяти, которая сохранена. То есть вот тут у меня сохранена вот эта вершина, дальше у меня идет вот эта область памяти большая, дальше вот эта вершина. Естественно, это не очень здорово, потому что будут кэш-промахи и будет замедление поиска. Мы заметим, что можно убрать количество, некоторое количество ребер, если сделать хранение таким. У меня здесь больше нет ветвей, да, путей, по которым я могу пойти, поэтому я просто сохраняю в ребре все буквы на новое время. То есть я экономлю на количестве вершин, на количестве, на количестве ребер, на количестве вершин. При этом мне буквы надо хранить, то есть, ну, некое такое нормальное уменьшение получается. Это называется радиксным деревом, радикс 3, или еще по 3,7, 3, в некоторых источниках называется. То есть это сжатое префиксное дерево. Вот. Ну, при сжатии можно, например, 90 мегабайт, в принципе, ужать, ну, по-моему, что-то там 30 или 40 получалось. То есть поменьше получалось, но все равно не очень. Но теперь давайте мы вернемся к нежатому варианту и заметим. И заметим, что на самом деле вот в этом вот дереве, которое на самом деле является графом переходов, конечно, автомата нет. В этом вот конечном автомате, на самом деле, мы можем убрать вот эту и поставить ссылку вот сюда. П, ш, сейчас, п, ш. Вот смотрите, вот здесь если бы я убрал вот эту вот, да, смотрите, паровоз, если бы не было паровоза, то я мог бы поставить вот сюда ссылку, получилось бы п, ш, ход. И я бы сэкономил вот этот ход, сохранил бы его один раз. Но, поскольку у меня есть паровоз, если бы я так сделал, то у меня бы получилось слово пешевоз. Нельзя так делать. То есть тут идея-то понятная, как нам сжатие такое получить, но ее нужно грамотно реализовывать. И эта задача, когда у нас есть исходное префиксное дерево, мы получаем из него сжатое такое префиксное дерево, такое более компактное представление. Это задача в точности минимизации терминированных автоматов. Мы о автоматах сейчас поговорим немножко тоже. Но мы просто начали с дерева, потому что оно такой самый простой автомат. Самый простой язык, который можно представить. А если у нас даже, например, нет этого паровоза, как нам в хранящем вершине два значения хранить? Два значения, как хранить? Да, за значение здесь вопрос более интересный стоит. Спасибо, что заметил. Действительно, если у меня не было значения, то я бы смог так сделать. Но тут у меня получится, что у меня будет 1 и 2. И вопрос, кому их отнести? Здесь есть два решения. Первое решение состоит в том, что если я найду какой-либо хороший различительный признак для моих хладных строк, то я все-таки смогу их сохранить. Вот здесь, например, различительный признак, если у меня нет паровоза, у меня есть пароход с номером 2 и пешеход с номером 3. Они получаются схлопнутыми, то есть я не могу сказать, кто к кому относится. Но я могу посмотреть. Ага, у меня вот это вот различается по букве А, а вот это по букве Е. То есть те, у кого вторая буква А имеет цифру 2, значение 2. У кого буква Е имеет значение 3. Ну понятно, что если значения большие какие-то, например, грамматические значения, большой объем объем, то это уже имеет смысл. Это один из путей. Второй из путей заключается в том, что мы переходим от вот такого автоматного представления, к так называемому Phoenix State Transducer. Вот автомат это Phoenix State Automator, называется в английском. А есть еще Transducer. Phoenix State Transducer это, конечно, автоматный преобразователь. Концепция тут тоже довольно понятная. Сейчас я попробую здесь нарисовать. Пешеход 2 и 3. Ну вот конкретно с этими значениями, если у нас общий суффикс, и вот тут есть различия, так сделать не получится. Я сейчас попробую показать это по несколько другому примеру. Ну ладно, давайте Transducer побольше. Тут видимо единственное решение будет сделать что-то типа такого. То есть вершине хранится словарь. В вершине, да, хранится словарь. Но это нас приводит к структуре под названием хэш таблиц. Если вы знаете, да, Kip, там идея именно в том, что нам вместо того, чтобы хранить весь набор объектов, вот n, да, мы храним несколькое количество n слотов, чтобы раскидать эти объекты. Там номер слота. Потом в этих слотах, чтобы получить номер слота, нужно выполнить хэш преобразования ключа, получить, например, натуральное число. Это натуральное число покажет место, номер слота, и потом в этом слоте может быть записано один или несколько объектов, которые вы сохранили. К1, К3, К8. И тут уже их надо искать, но слова меньше получается. Это позволяет достичь хороших показателей. И тут проблема в другом. Тут проблема тоже с памятью, потому что очень большой объем требуется для хранения вот этих элементов. То есть для строк приходится строки грамма хранить. Если тут мы добиваемся сжатия, да, то тут мы сжатия уже не можем добиться, нам приходится все это хранить как есть. Поэтому тут как раз такие троедовки возникают. что по скорости и по объему вот где-то здесь у нас может оказаться высокая скорость и высокий объем. Это хэш таблетки, например, а скорость поменьше и объем поменьше. Это, например, префикс на деревья. Но вот в нашей практике автоматы вот такие сжатые, не префикс на деревья автоматы, они оказываются быстрее хранится. Кстати, про вот этот сжатый автомат, где у него вот одна такая общая цепочка. Вот если для префиксного дерева у нас количество вершин было оценено как у от n, то для сжатого у нас получается оцен в степени альфа, количество вершин, где альфа меньше единицы. Вот для того самого словаря из 5 миллионов элементов альфа, оно получается где-то 0,6. То есть у нас на корень, да, в корень раз нам дается это количество уменьшить, и в итоге получается на этот словарь из 5 миллионов слов что-то типа 1,4 мегабайт. То есть там за счет различных способов представления вот этого значения, плюс за счет того, что там в естественном языке у нас много общих префиксов, суффиксов, инфиксов, оно все сжимается очень здорово. Собственно, вот в основном все, что можно было сказать про словари. Значит, для строковых ключей разумно, как по чести, способы отличные от, например, STDWeb. Потому что в STDWebMap у вас сложность доступа будет O от логарифма количества ключей, а с 5 миллионов у вас будет сложность доступа O от длины одного слова в большем случае. Ну, там понятно, что константы, которые влияют на ветвисты с дерева, да, то есть там по-разному может получаться, в итоге все нужно отмерить на практике и смотреть, но обычно получается с деревом и с сжатым деревом такого вида получается куда лучше, чем нет. Также можно использовать хэш-таблицы для того, чтобы хранить словарь в строк, для строк существуют эффективные хэш-функции, мы о них сейчас не будем говорить, но объем, результирующий, довольно великий, потому что все равно приходится каждый элемент хранить для разрешения коллизии. Почему STDWebMap? М? Почему? Ну, мы бы даже только словами, да? Нет, почему он медленнее? А, медленнее, потому что у STDWebMap логарифм N, Н это количество ключей. Но, поскольку это есть одно тоже. Поскольку если есть дерево, в нем N элементов, то логарифмон это вот элемент и высота. В нем нет элементов, в нем N вершин. А логарифмон это как раз его высота, то есть как раз его высота. А это разные деревья, понимаете? То есть вот этот NEP это бинарный дерево, да? Красно-черное. Красно-черное дерево. Ну да, как эта нормализация. Вот. Это дерево. Это дерево строк. То есть у него, вот здесь, да, здесь негалитмен это высота. Да? Высота дерева. А тут у нас самое длинное слово, которое мы можем проверить, оно соответствует как раз таки высоте этого дерева. H, да? Вот. Получается тут только у от H, а тут у от H. Вот. Но на самом деле, вот давайте прикинем, например. Вот у нас есть, например, 2 в степени 10 элементов, 1024 элементов. Если 5 миллионов, ну какую мне степень взять за 5 миллионов? 14? Потому что 2, нет, да, это больше. 20, да. Это уже 20. Вот. Соответственно, здесь у меня, смотрите, 20. А элементы здесь будут? Сами слова. Сами слова, да. Сами слова. Ну, во-первых, понятно, что мне еще слова приходится хранить при этом. Да? То есть ключом является слово, мне приходится хранить все слово. А это вызывает рост объема памяти, который требуется для хранения. Это вызывает кэш-пробахи те же самые. Как бы я и сохранил, все равно мне очень нагладно будет хранить слова. То есть довольно быстро, на самом деле, он насыщается словами, если пытаться им кормить эти слова. Они довольно быстро начинают насыщаться. Уже там приходится 4-4-метрое приложение собернуть, чтобы оно в память нестилось. Вот. Здесь, во-первых, 20 элементов. Вот здесь 20 это как бы высота, да, сведения этого делера. Тут h это наидлиннейший элемент. Вот. Единейший элемент действительно. Там он может и 20 равняться, и 40 по длине. Какое-нибудь слово, да, там гиперферфорация, что-нибудь такое, да, длинные слова. Но на самом деле средняя длина слова в русском языке это 5-7 символов. Вот. Поэтому в среднем у нас будет тут уже не 20 высота, куда нам нужно пройти, а поменьше. Будет 5-7 уже. Это как минимум. Причина. Плюс причина в том, что мы добиваемся как бы сжатия по общим префиксам, да. Вот. И поэтому нам нужно хранить не все слова, как они есть, а меньшее количество элементов. Меньшее количество углов. То есть, если тут у нас было n элементов, то нам нужно сохранить n умножить, ну, допустим, на среднюю длину слова. n на 7 байт. Если мы рассматриваем издобайтовые слова, да, в русском языке, то нам приходится сохранить n на 7 символов в среднем, да. А тут нам нужно хранить только o от n, там, o даже, там, k на n, k меньше единицы получается. То есть нам нужно хранить меньше, чем n вершин. n, то есть n умножить на, там, 0, допустим, 8, да. Вот здесь только памяти, здесь только памяти. Ну, плюс там еще k на лёгже, да, но это все равно уже, вроде не нравится. Вот. Примерно поэтому эффективно получается. С hash таблицами та же проблема. Там, во-первых, приходится хранить вот это все дело. То есть приходится все равно эти слова перебирать. Вот. Про hash я вам так скажу. Вот это дерево, сжатое, вот этот автомат минимальный, да, его можно использовать как идеальную hash функцию. Что такое идеальная hash функция, вы знаете, да? Вы не знаете. Вот hash функция, она может отобразить два элемента в одну точку. А идеальная hash функция, если у нас есть n элементов, она отражает ее в n различных точек. Вот. То есть она позволяет, фактически, дать нумерацию вот по этому слову. Например, по паровозу он даст один, по пароходу даст два, по пешеходу даст три. Вот. И обратная функция с помощью этого дерева, может быть, выполнена. То есть она может сказать, что тройки соответствуют пешеходу, а двойки пароходу. Как это сделать, я вам сейчас не покажу сразу, но, наверное, чуть позже, если успеем, продемонстрировать. Довольно интересно. То есть получается быстрая и компактная hash функция для слов. Вот. Ну тут понятно. Обычно для слов там какую-то берут там сумму каким-нибудь байт, да, там слово. Берут от него остаток. Вот. И это получается hash функция. Бывают более хорошие реализации, но они менее быстрые уже. Но в итоге остается все равно проблема, что нужно перебрать вот эти элементы, чтобы коллизии это решить. Здесь такой проблемы нет. То есть если я вот эту идеальную функцию строю, h, которая, ну, фактически мы однозначно можем отобразить, можем отобразить множество ключей, множество натуральных чисел и обратных с помощью функции h, то проблема с коллизией просто исчезает в коллизии нет. А, естественно, для того слова, которого нет множеств и ключей, оно возвращает, ну, например, возвращает ноль. Например, вот было у нас слово перевоз, да, какой-нибудь перевоз тут нет. И оно бы вернуло ноль, что именно здесь. Вот. Понятно, да, почему быстрее? Сколько у нас времени осталось? 20 минут. 20 минут, хорошо. Ну, словарь это такой, один из самых базовых кирпичиков для построения системы работы текстом. Нужно хранить профилактические данные, различные другие словарные данные. Индексировать, например, какие-то правила. То есть правила, понятно, что правила их тоже можно закодировать, ну, как некую цепочку байтов. Не буквы, да, или слова, а цепочка байтов. Ее тоже можно представить как слово и сохранить его в таком вот представлении. И это тоже будет работать так же быстро и эффективно. То есть это способ для сохранения также и различных управляющих структур. И это делается эффективно. Ну, давайте так продолжим. Следующий маленький важный кирпичик в построении системы работы текста – это поиск текста. Поиск текста. Поиск текста. У нас есть текст. Длины n маленькая. По луковице А. По конечному луковице А. У нас все будет в луковице А сейчас. Есть шаблон, текстовый шаблон, который нужно, вхождение которого нужно найти в текст. Это вот точка в конкатенации. Длины m. То есть длину, да? Обозначаем как модуль. Длина текста равна n. Длина шаблона равна m. То есть результатом работы этой системы. Уделяется по входу текста и шаблона. Нужно получить набор вхождений. Ну, пусть он будет упорядоченный. Упорядоченный набор вхождений координат. С1 и так далее. С1 и так далее. С1 и так далее. С1 и так далее. Например, мы ищем в тексте АВА, ВА, ВА, ВА. Шаблон у нас, например, АВА. Вхождение здесь, вхождение здесь. Считаю соединиться. Результатом будет координата 1 и координата 3. Есть два подхода к поиску в тексте. С индексацией этого текста и без индексации этого текста. В чем разница? В случае с индексацией. Индексированный поиск. Текст известен, а шаблоны заранее неизвестны. То есть текст, например, какая-нибудь книга известная, Библия или законы, свод законов, где-то хранится, он не меняется, и мы его можем предварительно обработать, чтобы в нем потом искать. А шаблоны заранее неизвестны. То есть приходит некий человек и начинает работать системы. Вводят шаблоны разные, которые мы не знаем. В этом случае понятно, что нужно проиндексировать текст, чтобы более эффективно в нем искать. Ну, по возможности, да, как следует проиндексировать. Это индексированный поиск. Неиндексированный поиск – это обратная ситуация. Когда текст неизвестен, а шаблоны известны. Эта ситуация, например, соответствует изучению персон из текста. Когда я хочу найти упоминание о Владимире Иванове в тексте, это известный шаблон, но я могу подавать на вход в системе E много разных текстов. Мы с вами коротко остановимся сейчас на индексированном поиске, потому что он связан с префиксным делем. А потом перейдем к рассмотрению вот этого индексированного поиска, и там несколько алгоритмов сегодня захватим и следующее занятие посмотрим. Индексированный поиск – наиболее известное средство, уже довольно хорошо отработанное, в 70-х годах вам известно, это суффиксное дерево. Здесь было префиксное дерево, а это суффиксное дерево. На самом деле это тоже префиксное дерево, просто префиксное дерево суффиксов текста. Сейчас вы видите, как это работает. Ну вот у нас есть текст, я хочу в нем искать. Давайте я сначала положу в префиксное дерево все собственные суффиксы, ну да, вообще все суффиксы, которые здесь есть. То есть вот такой суффикс, такой суффикс, такой суффикс, такой суффикс, такой суффикс, да? АВА, 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 ВА, ну и так далее, в принципе, код ВВ. Ну давайте. В, А, и так далее, да? В, А, В, А, ВВ. Буду ставить числа, то есть АВАВАВВ. АВАВА является суффиксом? АВАВА не является суффиксом. Это префикс. У нас сейчас суффиксом. АВАВА без А. ВАВА тоже является суффиксом. Вы сейчас увидите, как это будет работать. Более чем я отклоню, просто толкости технические. АВАВАВВ. Координаты вхождения 1. ВАВАВВ. ВАВАВВ. Координаты вхождения 2. АВАВАВАВВ. АВАВВ. Координаты вхождения 3. ВАВВВ. ВАВВВ. Координаты вхождения 4. АВВВ. АВВВ. Координаты вхождения 5. АВВВ. ВАВВВ. 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 ВАВВВВ. уже прошло. Для того, чтобы так не было, на самом деле сохраняет еще символ доллара и терминальный символ. То есть, тут видите, да, что произошло? В B, оно пересеклось в B с этим путем. Чтобы их различить, отводит такой символ доллара, и в итоге получается, что вот тут у нас B, B, доллар, конечный символ, да, и тут комбинат охранения 6, а у B тоже у него доллар, как специальный символ, комбинат охранения 7. То есть, тут тоже доллар пойдет, я их не буду сейчас рисовать уже, да, тут можно вот так написать, это будет правильно, можно сжать потом это дерево, так же, как мы сжимали пути в автомате, да, в бредностном деле, так же можно и тут пути сжимать. B, доллар, B, доллар, B, доллар. Алгоритм поиска с помощью этого дерева. Вот мы его построили. То есть, это префиксное дерево всех суффиксов текста t. Я хочу найти вхождение строки AB в текст. А где она есть? Она есть в 1, 3, 5. Иду, AB. Все, мой шаблон закончился. Вот я еще по AB, да? По B. По B. Остановился. Угружаюсь до конца. Собираю числа. 1, 3, 5. Все. Можете попробовать с другими. Значит, поскольку это префиксное дерево, в которое мы заложили n символов, n строк, то есть мы все суффиксы у текста длины n собрали, а их всего будет n штук. Поэтому количество узлов в этом деле о от n. Ну и сложность поиска, она тоже равна среднему о от n, потому что еще в худшем случае она там, потому что нужно собрать все вот эти узлы, то есть нужно погрузиться будет, да? Вот это уже некая дополнительная сложность в поисках. Суффиксное дерево. Вот. Альтернатива индексации, ну, например, такая. Берем систему управления базных данных. Нам заботим таблицу. Называется эта таблица инвертированный индекс. Инвертированный индекс это такое устоявшееся, не очень корректное словосочетание, но оно устойчиво, поэтому мы его используем в этой области. Инвертированный, потому что мы инвертируем текст, то есть мы вот так просматривая текст можем сказать, вот так, что в этом смещении 3 находится строка aba. А тут мы хотим инвертировать и сказать, что в строке aba соответствует координата 1 и 3. То есть инвертированный процесс. Инвертированный индекс. Вот. Ну, например, я могу искать все триграммы, которые есть в этом тексте. Триграммы это трехбуктные сочетания, как мы уже с вами говорили, да? Например, все триграммы это вот такие вот. Вот. Ну и будет у меня сохраняться, что aba. Вот мне нужно отсортировать их. Давайте сейчас посмотрим, какие у нас есть триграммы. АБА. БАБ. АБА. БАБ. АБА. АББ есть, да? АББ есть. БАБ. БАБ есть. АБА у нас где входит? 1, 3, 5, да? 1, 3, 1, 3. 1, 3, 1, 3. ABB у нас входит в 5. ABAB у нас входит в 4. 2 и 4. Ну и все. И потом можно просто использовать средства баз данных, которые поддерживают этот столбец в качестве первичного ключа. Он тоже может использовать что-то вроде деревьев. Тут есть красно-черные деревья, которые STDMAP используют. Есть еще, например, B-деревья для больших объемов данных. Ну, различные для поисковых деревьев. Может быть, кто-то использует непрификсные деревья для хранения ключа. В нормальном случае вы просто пользуетесь вот этим вот ключом и получаете как надо вхождение. То есть вы полагаетесь в алгоритме на то, как работает SUBD. Тоже как вполне себе способ можно использовать. Но вы тут потеряете... То есть вы не можете вот так вот проиндексировать все суффиксы. Вы можете, но вы не будете. Понятно почему. В общем, это вот суффиксное дерево. На самом деле, есть более эффективная реализация, чтобы не дерево получать, которое по памяти там не очень для себя может хорошо вести. А есть еще такие суффиксные массивы. Когда вот эту логику, ее сжимают до более компактного представления. Мы не будем сейчас на этом останавливаться. Но вы можете посмотреть, если вам интересно. Вот. Ну, время у нас закончилось уже. Так что с неинтересованным поиском давайте в следующий раз вернемся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok